Всем привет! С вами Дунохс, дорогие подписчики. Я вам хотел бы представить игрушку под названием Z-Angband. Z-Plus Angband. То есть это не Zangband и не Angband. Это улучшенная версия и того, и другого. Совмещенная вместе, плюс какие-то там фишки. Короче говоря, исконно считается, что якобы Z-Plus Angband и Tommy 235 это передовые варианты Angband. То есть круче них вариантов вообще нет. Вот. Другие варианты с другими фишками. В них всего поменьше. Ну, в общем-то, они не очень, скажем, веселые. В плане прохождения уровней и так далее. То есть здесь действительно очень много веселых моментов. Ну, то есть это, например, не то, что тут все оставляет трупы, да? То, что мы убиваем желе, бьем щитом. Это, конечно, важные моменты, но это совсем не принципиально. Есть куда более веселые вещи. И если вы, друзья дорогие мои, зайдете на замечательный форум, форум русский. Русский форум, ребят. В ветку, посвященную Angband, точнее Z-Plus Angband, вы найдете там очень много интересных вещей. Действительно, многие люди просто играли уже до этого, в 2010 году вроде, и разбирались в этом во всем. И я открыл для себя лично очень многие вещи по поводу Томи, по поводу Angband. Но, правда, кажется, что я как будто и не знал эту игру вообще. Ну, в случае с Z-Plus Angband это так. Так, суть тут такая, что нужно убить некого змея, некого змея. Вот, кстати, в меня сейчас, по-моему, Magic Missile. Да, долбанули Magic Missile. И тут, кстати, враги не страдают такой фигней, как в Адоме. То есть, они могут стрелять и вот с таких позиций. Им не важно, лучник, не лучник. Всех убьют, одни останутся. Вот, так действуют местные маги. Но, тем не менее, я считаю, что эта игра достойна того, чтобы ее показать. Почему? Все очень просто. Сейчас мы находимся на третьем уровне городской канализации. Вы не ослышались? Городская канализация. Это значит, что здесь, в принципе, есть дикая местность, как и в Томи. И тут, ну, дикая местность досталась этой игре от Zangbanda, если кто хочет знать об этом. Так вот, тут есть дикая местность. Эта дикая местность подразумевает прохождение рандомного количества даже, я бы сказал. Потому что, насколько я сужу, судил я из инфы по, из инфы в ветке в русскоязычной, то тут количество уровней, в принципе, равно... Так, где у нас тут выход-то на свечу? Ни фига себе. Один выход, один вход. Сурово. Так вот, тут количество уровней в каждом подземелье ограничено. Если не поставить такую замечательную опцию, как Abyss Mod, или что-то вроде связанное с Абисом, так вот, там будет бесконечное количество уровней в каждом подземелье. Но это, как бы, не очень интересно, это не сюжетно и не канонично. Вообще, это лучше не делать. Лучше не делать, а то злой дядя... Даже забыл имя разработчика. Какой-то там Джуз. Манго Джуз, по-моему, его зовут. Вот он обидится и запилит везде подземелье бесконечное. Так что не стоит его лишний раз гневить. Просто будем делать конечный подземелье каноничный Абис без Абисов. Тем более Абиса нам хватит здесь. В самом деле, нам здесь хватит геморроя по полной программе. Это вам не просто там какая-то там Томка, где можно что-то там делать. Кстати говоря, я узнал даже про Томи. Узнал даже, что есть некая вики по Томи. И то, что в этой вики написано столько всего. Ну, в общем, ссылку я дам на вики, наверное, к следующему Томи выпуску. Узнайте. Все. Если, конечно, вы его залайкаете. Потому что что вы не лайкаете, Томи? Это же хорошая игрушка. Но понимаю, что сейчас не могу просто снимать из-за видеокарты. Так бы я запилил бы второго Варлока. Ну, чтобы у всех бомбанули пуканы, как с первым это произошло. То есть мне понравилась реакция людей. Все так обхейтили мой выпуск. Но зато столько просмотров. И, конечно же, много бабла. Спасибо, хейтеры. Да. Так что я решил, что не против бомбануть и вторую часть. Как-нибудь ее какой-нибудь такой, знаете, обзор, фейспалм какой-нибудь. Знаешь, чтобы кто смотрел, ставил фейспалмы как. Когда-то мне говорил Бехьяр, что он смотрел в моем царапе к скому, их исполнил. Потому что я орал как школьник, но это действительно так. Я на самом деле школьник. И не учусь в институте. Так. Ну, что, конечно же, является шуткой, если вы вдруг, опять же, не то подумаете. Так, сам. Что мы тут? Мы тут все обследовали. А я, собственно, ищу выход на следующий уровень. Я хотел бы скорее убраться отсюда. Потому что тут, на самом деле, очень много уровней. Тут их штук больше 15. Я бы даже сказал 20. 20 как минимум, но, скорее всего, их, например, 30 в первом подземелье. Потому что дальше тут есть дикая местность. В ней, во-первых, опасно. Во-вторых, в ней встречаются рандомные какие-то лагеря. Рандомных людей. Или рандомные какой-то чепухи. Во-вторых, отличительная особенность этой игры от Ангбанда и остальных бандов. Лагеря. Во-вторых, тут, при этом я говорю обо всех. Отличительных особенностях, в принципе, за Ангбанда. Независимо от того, какой это именно из бандов. Его под копирку пускает. Вот, отличительная особенность в том, что... Да, и тут есть всего лишь один выход и один вход. Это отличительная особенность. Ну, по крайней мере, я такого не встречал. В бедном мире Ангбанда сохраняется многовходовость. Так что там все-все есть. Ну, здесь же всего один бедный входяра. Ну, как видите, мы быстро дошли относительно до конца. Что-то я как-то... Ну, значит, это просто какая-то моя проблема. Я не так немного, значит, пошел. Спускаемся ниже. Но это уровень без каких-то там сообщений. На самом деле, сообщение есть. И оно просто быстро проматывается. Я их убрал, но чтобы не мешалось. Так вот. Моя мысль стоит в том, что тут отличительная особенность такая. Здесь мы должны убить змея Хаоса, или как его там зовут. Но не Моргота. Не Моргота в конце убиваем. Змея. Всего лишь змея. Который по книгам Железный. Вроде как главный там злодей. Вот. Потому что мир тут... Монстры Железновские. По большей части это все-таки Зангбанд. Вот. Вот. Но тем не менее, тут существует несколько видов случайно генерирующихся. И даже по количеству, вроде они случайно генерируются, подземелья. Называются они как? Двойка, тройка, пятерка, четверка, восьмерка. Восьмерки даже может и не быть. Возможно, данжи будет даже семь. Вот. Тем не менее, они имеют разную специалистику. Например, есть крипт. Есть крипт. Сфомп. Болото. Болото. Видите? Это канализация. Тут иногда появится болото, вода. Ну, как иногда. Почти никогда не попадалось. Вот я иду, сколько уровней. Я наблюдаю просто пещеры. Но, тем не менее, канализация. Просто представьте, что вы идете по канализации и все. Нам еще до Фортерс предстоит тренировать свою фантазию. Поэтому, пожалуйста, потренируйтесь на этой игре. Тут как бы все более-менее. И тут, кстати говоря, эту игру ругают. Не ругают за оформление Аске-кода. И все красиво, в общем-то, по сравнению с Томми с тем же. Ну, не знаю. Я Томми вообще играл сначала с графоном Адама Болта, а потом перешел на другую графику. На Аскешную. Ну, тем не менее, не знаю. Мне нравится. Наверное, это на любителя просто. Грубо говоря, так. И, кстати, вы заметили, что у меня раса Голем. Големы. Определенная раса, которая выпадает в самом-самом начале. Ее можно выбрать, как и куча других рас. Также полутитаны там есть. То есть, это довольно интересная фигня. Давайте заправимся. Вот. Это довольно интересно, потому что есть еще более... Ну, еще до кучи всего интересных комбинаций. Про Томми я, конечно, расскажу в соответствующем выпуске. Это говорить не буду. Что я узнал про концовку Томми. Это просто ужасающая информация. Я и не знал, что нам так не повезет с концовкой. Ну, ладно. Эта информация не для этого выпуска. Итак, отличительной особенностью дальше являются вот эти вот бандитские лагеря. Случайные встречи в вилде. Как, собственно, отличается это... Ну, как в Адоме. Вот. Но это конкретно сравнение для бандов. А потому тут не очень уместно говорить про... Ну, короче говоря, не очень уместно говорить про... Про АДО. Поэтому... Банды-банды. В отличие от бандов, тут, да, есть случайные встречи. Есть куча подземелья, которые нам предстоит пройти. Каждая подземелья называется по номеру числа. Это номер числа обозначает уровень, умноженный на 10, с которого начинается данное подземелье. Это подземелье, считай, единичка, потому что начинается с... Вообще, ноль. Начинается оно с нулевого уровня. Поэтому тут с нулевого по какой-то там уровень есть. Следующее. Это не двойка. Вообще, следующее, по идее... По идее должно быть или единичка, или двойка. Единичка там самое простое, а двойка это сложно. Ну, есть разные виды подземелья. Есть подземелья под названием город, под названием башня. И вроде как генерируется либо одно из них, либо генерируются они все. Поэтому я сейчас вам точно не скажу. Также я увидел там просто кучу просто советов о том, как, что, где, когда, что делать, собственно. Вот это довольно забавно. И забавно вот это тоже. Кстати, это магменная стена. Я в курсе. Нет, не в курсе, видимо. Ну ладно. Поэтому я попробую слайм молд. И наемся. Перегенерирую уровень. Это будет лучше. Также вот это возьму. Во-первых, посоветовали в теме брать даже воину, воину, броню Стад Лизер Армор. Софт Стад Лизер Армор. Во-первых, потому что там нет штрафа к точности. А точность это настолько важная штука в Зангбанде, что, оказывается, пренебрегать этим не стоит, в отличие от других Томми, других бандов. Так что я не пренебрег. Видите, у меня голем. У голема сама по себе уже высокая броня, потому что это голем. Также здесь, только здесь встречаются вот такие здоровенные комнаты. И только здесь встречаются валты. То есть, валты наполнены определенным типом монстров. Здесь есть определенные вот эти вот единичка, двойка, тройка, да, данжены. Во-первых, там стоит охранник во входе в данжен. Вы должны победить его. Этот охранник обычно типовой. То есть, типа этот охранник, вы встретите монстров подобной силы, наверное, в этом данже. Вот как-то так. Он показывает, насколько вы готовы, не готовы, чтобы встретиться со своей судьбой. Если вы победите охранника, вы входите спокойно. Но охранник, конечно же, может быть несколько. От уникальных монстров до каких-нибудь вирмов. Так что, ну, просто знайте это. Охранник это упакователь сила. Прежде всего, вашей. Так вот, стоит ли что-то еще сказать? Конечно, стоит, только я забыл, что. Но это не беда, я вспомню, как это со мной обычно бывает. Конечно, стоит сказать, что и кого-то убить, и остальных раскромсать. Почему бы и нет? Почему я вообще заговорил про данжены? Данжены, потому что в них очень много всего интересного. Взять хотя бы то, что... О, кстати, надо выкинуть. Что у нас тут? Перчаточки. К сожалению, перчаточки у нас средненькие, выкидываемых. Педед Армор. А это у нас не Верейдж, но ты. Конечно, здесь иногда нужен Мэджик Мэппинг. Все-таки канализация от всей канализации. Как видите, тут даже колонны есть. Ну, ладно. Перейдем к тому, что я хотел сказать по поводу подземелья. Собственно, я мало чего хотел вам сообщить об этом, потому что... А ничего и не нужно. Подземелье есть подземелье, ребята. Значит, в каждом подземелье, например, будь то крипт, будь то еще какое-то место интересное, Вряд ли вы сможете зачистить его, если вы не убьете стражника. Но даже если так, есть куча разных эффектов. Незер, Нексус, Хаос, Резисты и прочее. Тут, кстати, набор Резистов значительно отличается, чтобы вам было понятно. Вот оно, главное окно. Сенсинг тут, кстати, есть. Дальше смотрим. Состейны всякие. Стрэнджи, инфра-серч, прочее. Блоус на спид, зачарование. Дальше у нас колд... У нас vulnerable to cold есть. И poison стоит точка. Я не знаю, что это такое. Будем считать, что это что-то хорошее. Так же, как видите, у нас тут can't eat. Мы не можем есть. Так же у нас free action, see invisible, по умолчанию slow dis-action. Dis-gestion, простите, dis-action. Вот, мы не можем есть, но тут нету умного оружия, как в Томи. Жаль, вот если бы Томи и Z плюс ангбант слили со всеми фишками, там алхимией и прочим мандирующим оружием, вот это было бы, конечно, идеей. Но, к сожалению, они не смогли. Они не смогли. Ну, надеюсь, когда-нибудь сольют. Итак, это первое подземелье. В ради, не знаю, видео я могу показать вам вилд. Могу показать, как все выглядит. Сейчас мы туда отправимся после зачистки этого замечательного подземелья, на котором я уже получил восьмый уровень. Хотя только-только вот зашел, видите, уже восьмый уровень, уже на четвертом получил восьмой. Это на самом деле очень, очень нормально. Что за Mushroom Soft Plenty? Да, Mushroom Soft Plenty это такая штука, которая, если ешь, она восстанавливается сильно, да? Видите, мы съели Mushroom Soft Plenty, и он восстановился. Когда Mushroom Soft Plenty много, они все восстанавливаются. Вот, кстати, мы сейчас идентифицировали символ. Ладно, фигня полная. Кстати говоря, в отличие от Томи, тут вроде как ангелы от ангела, а не майя. То есть не майяра. Что позволяет предположить, что тут есть... Ну, тут действительно есть ангелы. То есть, ладно, железно, наверное, про ангелов не писал. Я его не вчитывался. Ну, может быть, конечно, там есть ангелы в его вселенной. Хрен знает. Это был Полтергейст. Он пытался нас кокнуть. Но, к счастью, ничего не вышло. И мы пытаемся использовать Mifril Wand. Это было очень-очень... Так, стоп. Iridium Wand надо было. Ой. Wand of Wonder. Хоп. 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 Так, ну, давайте попробуем последнюю Ванду. Magic Missile и Bond of Wonder. О-о-о. Мы телепортировали его, по-моему. Ну и хрен с ним. Нам нужно найти спуск вниз. И мы его видим. Мы только что немножечко вступили. Ага, вот он наш знаменитый червик. Мы его сейчас прикончим. Оп. Оп. Отлично. Опять у меня эти хоп. Наверное, вам придется меня все-таки как-то останавливать. Потому что я теми хопами достану вас потом, в будущем. Да даже он, наверное, уже достал. Сейчас. Ладно. У нас тут много оверейджнутой брони. Поэтому выкидываем ее, чтобы просто не грузиться. Не грузиться. Также у нас клоак, клоак. Мы выкидываем оверейджнутый клоак. Хачет 1d5. Ну, мне круче. Поэтому выкидываем хачеты. Думаю, что это будет как раз, кстати, выкинуть их. Так что тут можно спокойно обходиться мечом, а не лопатой, чтобы копать. Потому что силы у нас больше, чем 18. Вроде как 18 силы. Если больше, чем 18 силы, можно копать оружием. Если меньше, то вам будет ругаться, что нужна лопата. Такие дела. Механика, честно сказать, поначалу кажется простой. Но, на самом деле, не очень такая простая. То есть, надо подумать 300 раз прежде, чем что-то сделать. Не так все просто. Да, по-моему, у данженов там других есть тоже определенные особенности очень интересные. В некоторых данженах там чаще появляются волты. Другие данжены просто состоят из волтов. Вот, к теме о волтах. Есть тут данжен. Не помню, как он называется. На форуме он как-то его обозвали. Он состоит из волтов. Просто чуть ли каждый второй уровень не волт. Или два или три волта на одном уровне. Иногда маленьких, иногда один большой. Вот, например, вот сейчас мы пришли. Это уникальная комната, состоящая из болота. Я, например, не могу сунутся туда. Ну, нет, могу. Ладно. Хорошо, будем считать, что... Будем считать, что это боевое болотное крещение было. Да. Ну, и чем? Все? Да. Фигово. Но это было болото, ребят. Дамы и господа, перед вами болото. О, пес фермера Магота. Быстро его разделываем. Голем, воин. Одно из довольно простых начал. То есть, конечно, можно начать там хаотиком. Да, тут есть, представляете себе, тут есть хаотики. Я... Ну, честно, вот, хаос, да, радиация, даже мутации тут есть. То есть, что-то типа Dungeon Crawl. Я не знал, что в этой игре такое может быть. Но... Да, тут есть бог типа Хома, который рандомно делает какие-то вещи. Более того, он тебя даже может воскресить после смерти. Настолько тут все рандомно. И... Стафы... Стафы... Стафы я не помню. Кстати, как... А, как же их делать-то? Занбанк Обжектс. Вот, можно, кстати, прочитать про... Занбанк Обжектс. Это просто, ну, мозговоносящая, интересная вещь. Но мы это делать не будем. Даже про Занбанк Монстерс можно читать. Монстр текст. Вот, например... А, это... Ангельские существа. Они антенд, драгон. Ну и так далее. Есть даже фьюмес. То есть, какие-то там стены. Энты есть. Ну, добавились энты. Я смотрю. Грибочки. Как были, так и остались отдельно. Ну, то есть... Тут не сильно много поменялось. А зато М почему-то... Энт почему-то не используется. Хотя, вроде как... Должны быть... Минотавры. Ну, ладно. Минотавры, кстати, на H. В разделе гибрид. А гидра на M. Это довольно забавно. Потому что гидра должна быть, по идее, на M. А минотавры на H. Тогда справедливость будет восстановлена. Но почему-то это не так. Минотавры тут на H. Это нельзя путать. Потому что если вы видите H и M, то вам стоит опасаться M. Минотавры тут не особо страшны, как гидра. Гидра это что-то с чем-то. Так. Ныряем. Нет, нет, не ныряем. Ну, тогда вот так как-то. Ух ты, ух ты. Хоп, 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 хоп. Сюда быстренько-быстренько просто, видите, стараемся пробежаться. Потому что я обещал вам показать вам build. Я покажу вам. Сейчас мы используем свиток возвращения. Вернемся. Наверное, это стоит сделать сейчас. Когда у нас столько неизвестных палочек накопилось. Оп. Так. Clear potion. Ну, ничего. Все. Столько неизвестных палочек. И все коту под хвост. Как же все-таки тут пользоваться с командами? Sandbank commands. Sandbank commands. Ну, давайте. Оригинал команд. Я помню, не оригинал. У меня rogue-like. Это значит, что тут по-другому немножко пользуются. Zap erode. Это A. Activate artifact. Ну, по идее Z. Z. Ams zop. Zap. Staff. И... Ага. Z. Z, Z, Z. Это у нас Staff. Давайте тогда так сделаем. У меня уже вик. Я тогда сделаю так. Rogue-like command. Yes. И смотрите, что сейчас на Z. Воспользуемся палочкой. Что произошло? Ну, что, мы хотя попытались. Ладно. Дальше у нас есть... Сатисфайхангер. Что мы сделаем? Почему Сатисфайхангер? Потому что голем не может есть, ребята. Это правда. Он не в силах кушать. Поэтому я спускаюсь на 6 уровень. Искать тут просто нечего, ребят. Тут все... Ну, все слабенько для нас пока что. Как вы видите, мы не можем себя позволить прокачаться дальше. Все очень слабенько. Баклер тут есть. Это хорошо. Баклер. Всегда пригодится. Вдруг артефактный. Ой. Тут есть призрак. Оп. Упс. Бляха, муха. Ну, ладно. Мы его убили, а все-таки так или иначе. Призрак доставучий. Но, тем не менее, расправились. О! Самое время использовать новую палочку, чтобы не датифицировать. Вондафлайт. Это охрененно тогда. О! Класс! Слушайте. Френдли. Надо же. У нас получилось его френдли. Сделать. Ну, что, пойдем тогда френдли. Ну, не ладно. Все мои друзья всегда куда-то уходят. То бухать. И никогда не помогают. Поэтому я уже привык. Ладно, ладно, шаман. Я запомню этот день. Я реализую обиды на коблидов в Дворфортрессе, когда выйдет новая версия. Поэтому я прощаю тебе это. Все окей. Денокс не сердится. Денокс просто хочет убивать много и больно. И всех. И вот этого полтергейста тоже. А так Денокс не сердится. С кем не бывает. Да ладно. О, оверейдж, оверейдж. Ну ладно, ну ладно. Зато у меня есть баклер. Хе-хе-хе. У тебя его нет. Тупой коблид. Ну куда ты, а? Ну куда вот ты? Давай со мной. Ну чего ты? Сышь. Не сцы, братыш. Прорвемся. Еще один став. Не помещается уже. Столько все плохо. Это water. Кстати, я к Рогилайковской раскладке привык. Да. А на L теперь их это ходить. Так что на X теперь смотреть. Вот такая вот Рогилайковская раскладка. Раскладка, простите. И раз уж мы набрались столько вещей и, собственно, больше не можем никуда пойти, как видите, это судьба, я выкину, пожалуй, средний хэтчет. Или лучше мне выкинуть шортбоу? Или лучше не знаю. Лучше не знаю. Потому что у меня тут слинг по 25% скидке. Я бы лучше надел шортбоу и выкинул бы слинг. Слинг он не сильно много дает. Ну и отправился бы назад. С видок World Recall. И между нами сейчас... О, отлично. Убили. Итак, знакомьтесь. Дом. Вторая восьмерка. Квест. Квест. Здесь можно переждать ночь. Починить equipment. Ну, к счастью, нам сейчас ничего чинить не надо. Изучить оружие. Давайте попробуем. Я ни разу не изучал. За эту услугу нам даются деньги. И, я так понимаю, нам показывает полную характеристику оружия. То есть ее смертоносность. Количество ударов. Разброс процентов критических попаданий. Разброс попаданий при относительно... Насколько сильный энеми AC. То есть... Если у врага высокая AC, то есть высокая броня, то урон будет от этого меча всего 5% от урона. Если низкая, то 55% от урона, заметьте, не 100 никогда. Дальше. При критическом попадании 1 и 0 у него будет 82. При критическом 5... 0. Вот, возможно, урон на 1 удар и на 1 атаку тоже написан. То есть, 1 удар это... Мы как бы 1 удар бьем, а 1 атака включает в себе все вот эти вот blows. То есть, фактически, вот это умноженное на 2. Вот и все. Ну, нам и говорят, что это оружие не имеет никаких специальных атак. Также носит только высокие повреждения. Принимаются в монстров. Специальных атак... Специальные атак не сложены. То есть, это проверяет то оружие, которое, грубо говоря, у нас находят сейчас в руке. А не то оружие, которое в инвентаре. Ну, не знаю. Стоит использовать один раз просто так, чтобы понять, что вы можете это использовать. Вот и все. Купим 18 свитков. Кстати, с Firehanger, потому что это фактически наша, так скажем, жрачка. Слайм-молд можно выкинуть. Все остальное продать. Свитки, посохи. Почему бы и нет? Кстати, посохи можно идентифицировать. Восьмерочки, в единички вы можете продать свитки. Давайте продадим один свиток. Это Scroll of Rumor. Давайте продадим второй свиток. Это свиток тьмы. И все. Больше он не хочет. Также советуют покупать либо свитки в фазовой двери, либо Staff of Teleport. Это вот must-have. Либо Rota of Teleport. Еще больше must-have, потому что им придется воспользоваться очень-очень часто. Телепорты просто играют важную роль в тактике. Если вы хотите дожить больше, чем до 20 уровня, пожалуйста, используйте телепорты при малейшей опасности. Вашему здоровью используйте телепорты. Именно на телепортах построена тактика выигрыша. Другого способа выиграть игру нет. Если выиграть игру не используя телепорты, это читерство. То есть вы читерили. Это 100%. Потому что иначе невозможно ее выиграть. Никак. Запомните это. Итак, нам нужна шапка, которая сейчас продается. Ну и которую я с удовольствием куплю. ПЦ. Одна шапка. ППЦ. Надеваем. Теперь продаем. Баклер. Баклер и хэтчет он, как видите, не очень продается. Также про это оружие, видите, ничего не известно сейчас. Неизвестно, какой у него урон и так далее. Потому что это слуга платная. В томе можно было прочитать урон. Но даже там есть такая услуга, как Compare Weapon. Здесь нет. Ротов пестицид. Очень такая занятная штука. И я вообще-то рекомендую ее использовать. Потому что она травит всех. Всех подряд. Причем с перезарядкой травит. Но лучше, конечно, мейс. Давайте. Одну куплю. Мушуму в пленте. Хаотичный спеллбук. Кстати, за неправильное произнесение высоких заклинаний уровня. Ну, заклинания высокого уровня у хаоса. На тебя могут наложиться куча ограничений. Это так неприятно вообще. Ну ладно. Сойдет для начала. Так же, как у нас есть 4 вуден-статуса барракуда. 7 деревянных статуй барракуды. Неизвестно для чего. Просто продаются такие. Купите нас. Мы крутые. А вот тут можно сдать квест. Простите. У нас уже есть квест. Мы в городе Мелтнар-Сити. У нас квест на 15 уровне. Для воинов. Для воинов. Точнее, гильдии воинов. Орки-шаманы. Короче говоря, орк-шаман наставляет проблемы вблизи Хиордора. Надо отследить его до его крепости и убить его. Вот. Это задание вне... Так сказать, вне этого. Вне города. Поэтому сейчас пойдем туда. Времени у нас осталось немного на запись. Пойдем вот. Видите, мы пытаемся прочитать аркан и не можем понять ни одного заклинания. В томе нельзя прочитать книгу, если ты воин. Здесь можно, но ты ничего не поймешь. Ну, то есть, конечно, мелочь, но приятно. Более реалистично. Иродов фаерболт. 10д8. Смотрите, 10д8 наносит. 5д8. 6д8. То есть, фаерболт самый крутой. Вот и все. А еще завиток алхимии есть. Позволяет обратить один объект в золото. Причем, скорее всего, куча золота зависит от ценности объекта. Но это так, мои соображения личные. Ну и, наконец, вот это место. Это храм, где мы можем приобрести знания и замечательный армор, конечно. Также продать все ненужные поушены. Это поушен героизма. Очень полезен. Поушен соленой воды. Очень не полезен. Поушен инвизибилити. Поушенов болтнесс. Ну, тоже полезен. Слоу поушен. Поушенов викнесс. Ну и, собственно, все. О, кстати, тут поушен соленой воды можно снова продать. Это забавно, потому что в томе он считается плохим. И не покупается больше. Ладно. Так они у нас, так или иначе, у нас есть палочки. Ну, я бы, конечно, продал все. Хаст монстр. Зачем нам, у нас нет союзников? Продойдем. Постоять 53 чарджа. Это классно, зашибись, просто. Лайт. Мэгик миссайл я продавать не буду. Он продается, возмутительно, низко просто. Трап локэйшн. Ух. Смотрите, что я сделаю. Еще приобрету свиток идентификации PCM1. Попробую идентифицировать Wond of Magic Missile. Потом просмотреть ее. 27 чарджей. 27. И продаем ее не по более высокой цене. Это значит, что независимо от того, идентифицируете его палочку, до количества зарядов или нет, цена не изменится. Staff of Trap Location рекомендуется оставлять. Потому что трапов очень много в одном из данженов. Ну, вы поняли, что я имею в виду под трапами, да? Да, нам говорят, что трюк, чтобы сохранять дыхание, нужно одеть Dragon Scale Mail. Или же нам говорят, что Grow это ваш самый худший кошмар. Но не говорят про... Wild Rabbit. Убивая Wild Rabbit, на нас сразу же набегают караваны мертвых. Агентов Black Market, кстати. Сразу кошка какая-то набегает. То есть, весело-весело. Ничего не скажешь. Но наша цель сейчас в другом. Вот, как видите, карта. Основная. Вот город. Вот дорога. Вот лесок. Как видите, это деревца. Деревца. Pine Tree. Мы уже в Wilderness'е. И вот тут есть квестовая локация. А здесь Hierdoor. То есть, нам надо сюда, в принципе. Но... Что-то мне не прельщает, конечно, туда идти. Так что... Я, пожалуй, в Hierdoor пойду. Мне интересно, что это за новый город. Удсман. Древесный человек там был, кстати. И, кстати, тут могут быть энты. Мы в курсе. То есть, настолько все серьезно. Тут могут быть энты. Но тут... Можно изучить карту. Мапмейкера. Разметит карту мира, вроде как. Здесь можно починить экипировочку. Пятерочек и цифр не хватило. Поэтому они решили их не плодить, а просто делать разными цветами. Идеально. Также тут есть заклинание иллюзий, которые мы разобрать все не можем. Заклинание смерти, хаоса. Можно стать магом кучи разных школ. В этом игра просто, ну, божественна. Если не сказать иначе. Вот тут также можно запросить квест 17 уровня. И запросив квест, у нас получилось такое. Нам нужно на северо-восток Хиордора идти. Открыть логово странных растений каких-то. Ну, я это буду делать за кадром. Скорее всего, прохождение этой игры не будет. Потому что, ну, тут просто много всего. И, возможно, если что-то будет, то это будет что-то такое, знаете. Ну, нечастые, скажем, видео. Кстати, тут есть Sustain Years. Sustain молодости. Это значит, что он Sustain Dexterity Constitution. Это считается молодостью. Ну, раз так назвали, назвали. Интересно же просто. Так. Убили вот этого. Тут у нас Black Market. Тут, кстати, говорят еще на книге, что содержит она Medium Level Spells или какие-то еще Level Spells интересные. Basic содержит. Хлебушек альфийский. И цены тут не такие уж, чтобы уж совсем. Но все-таки. Ванда Cold Blast, который мы не можем купить. Restore Life Level тоже не можем купить. Но Cold Blast, он круче все-таки. Кстати, став идентификации. Три штуки. Упс. Немножечко нет. Свернул не так. Spear of Asset. Тут также часто попадаются артефакты. Капьер артефактные. Часто попадаются эго-предметы. Так что скучать вам не дадут. Ну вот, например. Hammer of Returning. Вроде как. Вроде как. Of Fire. Причем Fire он extra damage. Он жесткий просто. Реально жжет. Причем тут написано, что... Да. Hammer of Returning. Его... Он возвращается, когда его метаешь. Те-таки мол, Тора. Причем горящий огнем. Вообще опасный. Опасный чувак. Также есть колчаны для складывания разной амуниции. Очень такая полезная фишка нововведения. Ну, не знаю. Вроде рассказал я вам все. Онлайнмент, Рестор, Мана. Ну, тут бесконечно просто можешь смотреть. Очень все круто. Даже Шилдсман. То есть, Баклеры в отдельном магазине находятся. Статуи в отдельном магазине находятся. Просто непонятно зачем. Ну, просто чтобы было какое-то разграничение, все знали, куда ходить. Кстати, амулет Immortal Immortality. Когда он одет, вы не умрете от старости. От такие вот дела. То есть, в игре, как и в Адоме, можно умереть от старости, если вас кто-нибудь состарит. Каким-нибудь таймом. Либо еще как-то. Потому что от тайма нет резиста. Даже в этом дополнении. Ну, что. Вот такие вот дела. Нравится вам это или нет? Но сейчас будет конец записи. Так что, пора с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Надеюсь, вам понравился канал, видео. Все дошло довольно долго, как вы любите. Вот, видите, еще нашли артефакт. Тут есть даже случайно генерируемые монстры уникальные. То есть, есть уникальные монстры заранее созданные. А здесь такая фишка, как случайно генерируемые уникальные монстры. То есть, они имеют случайное имя, случайные характеристики. И вообще могут какими-то безумными просто быть. Случайные артефакты, конечно, само собой тут есть. Просто вот, не знаю, вот. Попытайтесь просто поизучать этот мир. Он огромен. И вам никогда не надоест. Это точно. Так что, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Покупайте глефы. Отбивайтесь от врагов. В конце концов, это ваша жизнь. И только вы можете ею управлять. С вами был Денокс. Всем спасибо за внимание. Пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.